девочки посмотрите пожалуйста вот у нас на мусорке вот таких чудесных восемь щенков мама 3 среднего роста какая-то помесь голубые голубые глаза белла иди сюда иди-ка сюда отзывается очень хорошая очень добрая очень ласковая с таким вот голубыми глазами вот привезли оставили и все я бы если бы кто-нибудь бы забрал я заплатила бы за стериль чтобы она больше не щенилась потому что вот куда это все вот куда их теперь к себе я взять никак не могу у меня вольер полный дома собаки кошки но такие чудесные смотрите какие они пушистики классные не знаю может быть можно как-нибудь их будет пристроить мясо 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 только не садись сына там щебенка на щебенке стоит на день рождения вот купили стул а мама купила компьютер и стол а ома с опой стул купили ему чтоб хорошо учился да сыночек ну это по твоей руки может переставлять что надо ом и с опой сказать спасибо спасибо пожалуста хорошо чтоб учился да тебе купили под головку и под спинку чтоб не болело сейчас мать терреса даже собака на котлет вина доброе утро планета земля сразу отвечу на два вопроса ну или нет на один вопрос и другое надо тоже прокомментировать чтобы я это не забыла насчет кошечки кошечку зовут бетти зара так решила назвать ее в машине давай назовем быть я говорю а что как дочь тэдди и бонни она так скажет о и правда а я и забыла что тут девочку говорит я про него даже уже и не думала но горит у меня как-то это имя нравится ну нравится называй бы этим мне как-то все равно лишь бы все было хорошо и написали прокомментировали то что вот собаку отдали продали а кошку взяли что там за смысл ну смысл в том что собака аллергик и завозить сюда постоянно такое большое количество корма невозможно я оставила поэтому только боньку больше я комментировать не буду и я написала даже уже до того злость берет я уже просто не могу потому что эту тему я уже не знаю несколько недель обсуждаем одно и то же одно и то же но неужели люди такие я не знаю глупые что ли не понимают вот не понимают я уже от злости написала хрен с пальцем не сравнивайте простая кошка которую можно кашей домашей накормить к у которой нет никаких аллергии ничего или аллергик собака которая невозможно корм нигде как бы ну взять его и мне приходится стас германии завозить я не могу каждых три месяца ездить в германию что купить этот корм это какой-то но это не нормально поэтому оставила одну собаку потому что одна собака она в половину только я с того что съедают две собаки тем более бонька на вообще мне очень мало есть она такая не знаю поэтому мне этих два мешка там как минимум на полгода хватит и поэтому всегда докупаем докупаем родители едут покупают я еду покупаю вот так вот что мы это чередуем потому что я не знаю как долго я еще смогу вообще покупать этот корм тут может быть вообще границы закроют знаете я если такое будет что у меня вообще никак не будет корма и закроют границы или вообще еще как-то или будут закрывать границы короче тогда я наверно буду тоже пристраивать куда-нибудь в европу ну в германию скорее всего но я очень надеюсь что этого никогда не настанет и что она сможет у меня остаться до конца своих дней вот так что еще дальше хотела вам а насчет собачек которые я в ролик поместила эти собачки у нас в поселке там женщина которая работает где-то ну на мусорке она эту собаку привела вот и как бы эта собака начала там гулять и приносить щенков и когда люди начали говорить ты отвези ее про стерилизует давай я там половину заплачу там стерилизации нет у меня денег нет и все денег нет и все я уже туда приехала не лично я ей это сказала вообще что знаете давайте ну вы заплатите половину я заплачу половину давайте я вообще все заплачу вы лишь бы стерилизуйте эту суку чтоб она не приносила вот у нее было девять щенков одной одного видимо забрали осталось восемь щенков скоро начнутся морозы куда эти все собаки что с ними делать я вообще не понимаю людей берут себе собака потом а у меня нету денег на стерилизацию ну и пусть рожает ну и пусть они сдыхают но тогда не берите себе собак если вы не можете их стерилизовать я не знаю ладно короче пристраиваются теперь эти восемь щенков конечно же маму не обязательно скажем так пристраивать она уже привыкла на этой территории жить но ее обязательно надо стерилизовать обязательно и как бы если кто-нибудь занимается волонтерством в калининграде и собирает вот собак если вы ее заберете про стерилизуйте я вам отдам деньги на стерилизацию главное вы это сделаете потому что я очень боюсь чужих собак я не могу ее в руки взять у меня начинают коленки трястись руки я просто собаки они чувствуют мой страх и они потом на меня нападают потому что они это чувствуют я не могу ее никуда отвезти или пускай я отвезу ну вы просто со мной вместе поедете погрузить эту собаку в машину и вместе поедем туда и отвезем пускай ее простерилизует короче мне нужна помощь калининградцев насчет этой собаки мы уже обратились я уже обратилась к девочкам к волонтерам все им объяснила рассказала и очень сильно надеюсь что кто-нибудь отзовется и мне поможет в этом деле а щенков надеюсь очень что мы всех пристроим я знаю что много переехали в калининградскую область калининград присмотритесь пожалуйста с этим щенкам они просто великолепно они такие красивые пушистики трое из них даже с голубыми глазами как мамочка они будут небольшого роста но я уверена что они будут территорию защищать не хуже алабая поэтому если что пишите мне ну не знаю в комментариях под каждым комментарием в описании ролика все мои реквизиты куда вы можете написать на email telegram не знаю одноклассники в контакте контакте не помню но одноклассники есть пишите я обязательно отзовусь и подарите ребенку дом я буду очень рада я еду забирать молодого человека ой простите меня эти забыла как его зовут ой блин как так ну ладно ничего страшного это тот самый человек которого забрали машину ну в смысле забрали которая стоит на таможне и вот он летал по моему самару сейчас я его заберу и отвезу его на таможню к его машине так вот получается мы теперь поняли в чем дело он показал вид на жительство российский чтобы без визового режима заехать на территорию россии а в этой карточке видимо стоит его прописка как я поняла если если вы хотите ездить на немецких номерах в россию с двойным гражданством делайте только временную прописку если вы постоянную прописку сделайте тогда вы считаетесь ну русский поэтому делайте только временную прописку ну например 10 лет и просто каждых 10 лет обновляете вашу прописку вот и все дела и тогда хоть на африканских номерах заезжайте и все будет хорошо не будет проблем так что может быть в следующий раз он будет знать эту ситуацию и выпишется там и пропишется только временно далее если он захочет сняться я конечно же сниму его пусть расскажет какие у нас тут проблемы но с чем мы сталкивались и так далее они хотят еще раз потом приехать но об этом может быть расскажет он сам а если нет тогда я расскажу все высадила я молодого человека он там он общается стоит уже получается на границе вот но я подожду пока он решит проблему с машиной потому что если что он не позвонит и может быть не надо будет ему какую-то денежку дать чтобы машину забрать потому что он говорит что-то мне не верится что 13 рублей в сутки это как-то так мало он стоял пять суток тут если что я ему как бы рубли дам а он мне потом вернет деньги попозже вот он там звонит спрашивает на границе молодой человек сколько будет стоить а все он звонит только что звонит не мама караул кто-нибудь приезжайте домой приехали короче делать свет столб ставить никого нету не тебя не папа я не знаю куда этот столб ставить я блин такую давай мне трубку давай мне этого человека ставлю пускай посидят перекурят полчаса сейчас я подъеду и все решу я говорю вот опять же никто не позвонил никто не написал вообще просто напросто никто ничего не сообщил просто как снег на голову приезжают и все а я на работе я человека тут вожу это же как бы теперь и моя работа получается да теперь я буду частенько в таких разъездах ой конечно блин катастрофа вот как так можно вроде бы все там устаканилось он говорит теперь это процедура будет долго и короче пьян ты езжай аду если что звони пиши там муж кто-нибудь за тебя заплатит а я человеку просто деньги переведу на номер телефона на счет говорю все мы решим эту проблему не беспокойся вот как бы я не отказываюсь помогать таким образом людям я знаю что он мне просто потом эти деньги вернет на мой немецкий счет кто-то меня закидывает камнями вот такая деловая колбаса и немецкий счет и в россии счет и двойное гражданство и там дела и тут дела ну что я могу на это ответить заведуете молча вот первый столб ставят сейчас залезу на вот эту крышку про короче я тут спряталась из окна снимаю они там вот за этой фурой валят дерево потому что им надо там рядом поставить столб и протянуть как бы провод ну свет да и они сказали нельзя снимать поэтому я тут спряталась чтобы они не видели меня штырлиц вот а это видите вот бурят они какое у них сверло большое идет все я пошла поставили столб вот такой большой лично мой лично от этого столба пойдет потом вот сюда кабель потом опустится вниз и зайдет вон туда папа утепляет не дам тебе телефон не дам это 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 пара пара папа сейчас пока надо найти рюкзак она надо нам его сумку собрать иди гладь себе блузку на завтра в галошек пойдешь вот так красавица будешь ой солнышко прям вылезло такое теплое наверное на сегодня я с вами попрощаюсь увидимся завтра на 1 сентября так что люблю вас целую пока пока до скорых встреч